Здравствуйте, друзья! Сегодня в главной роли художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского, народный артист Советского Союза Владимир Федосеев. Здравствуйте, Владимир Иванович! Здравствуйте! Сегодня день траура. Мы вместе с теми, у кого в этой чудовищной трагедии погибли родные и друзья, с теми, кто пострадал. В православных и католических храмах, в мечетях и синагогах проходят поминальные службы. Все, у кого есть сердце, скорбят о невинно убиенных. В самые тяжелые и самые скорбные минуты нашей жизни, как и в самые светлые, звучит музыка. Она помогает и возвышает. Гёте сравнивал ощущения от музыки Баха с вечной гармонией в диалоге с самим собой. А в вашей жизни были моменты, когда музыка становилась словно спасательным кругом? Конечно, много раз. К сожалению, как сказал наш патриарх, мы сами во всем виноваты. Мы потеряли добро. И добро стало меньше, чем зло. В мире всё. И вот это случилось. Конечно, музыка для меня является спасительным, живительным ощущением. Когда мне грустно или какие-то бывают ситуации в стране или в семье, всегда спасает музыка. Поэтому вот мы даже так концерт назвали следующий – музыка души. То есть обращение к душе человеческой. Ведь душа-то вечная, а человек не вечен, как бы. Но душа вечная. Поэтому, вот вы сейчас сказали про Баха, этот человек был очень религиозный. И, конечно, он просто обращался к миру с просьбой – будьте милостивы, будьте любители каждого друг друга. И вот и наш концерт называется «Будь милостив». И сочинение, которое написал Владимир Ильич Рубин, наш старейший композитор, он как бы, так сказать, заглядывает в нашу душу и просит – будь милостив, будь милостив друг другу. Богов Владыка, обитель мира. В то же время быть милостив – это хорошо, но нужно изучать вот эту милость, которую мы должны сеять. Потому что вокруг нас-то всё-таки не вся милость, а есть вот это зло, чрезвычайное зло, которое нарастает с каждым днём в нашей стране конкретно, да и во всём мире. Этот ближайший концерт, о котором вы говорите, в нём удивительный сплав классики, который, безусловно, воплощает собой Бах. Но здесь в этом концерте будут два Баха – отец и младший сын, одиннадцатый, Иоганн Христиан, Иоганн Христиан Бах. И оратория «Будь милостив» – это фактически премьера, она не звучала до этого. Почему так составлена программа? Вот какая сверхзадача, какова квитэссенция идеи концерта? Задача – привлечь как можно душ к очищению, вот так я бы сказал, к очищению самих себя, других, начать любить друг друга, понять свои ошибки, так сказать, возвратиться к каким-то божественным законам, к каким-то святым идеям, о котором говорит наша православная церковь. Вот я часто слушаю речи патриарха, для меня это просто, знаете, как будто я пью каждый день какой-то волшебный эликсир вот этой души. И для меня понятие «Будь милостив» вообще нет, это не понятие даже, я это должен делать. К сожалению, много людей отходит от этих ощущений, отходит и, конечно, наш прогресс, технологии всякие, они, конечно, уводят много человека. Но без души жить нельзя. Поэтому музыка может быть единственной той, та субстанцией, которая может удержать и сохранить, и преувеличить вот это чувство любви. А без любви ни один народ, ни одно государство не будет существовать. Действительно, великие музыканты не раз утверждали и подтверждали ту аксиому, что классическая музыка – это, может быть, одна из немногих творческих сфер, которая никогда не принижает человека. Она только его возвышает. Если мы говорим об оратории Владимира Рубина, то наверняка там звучат какие-то церковные молитвенные тексты. Конечно, да. И с чем и с какими текстами они соседствуют? Они соседствуют с великими поэтами нашими Платонов, Гоголь, Блок. Вот эти тексты, то есть Владимир Владимирович выбрал замечательные тексты, и именно касающие нашей духовной жизни, и призывов «Будь милостив», и призывов «Что такое любовь», и «Что она может сотворить», и «Что такое грех», и «Как, кстати, избежать этой греховности жизни всей». Вот он собрал этих великих поэтов и писателей вот в одной этой оратории. Конечно, этот процесс был долгим, но это случилось. И, конечно, прослушав это сочинение, любой человек наверняка осмотрит свою жизнь, которую он творил до сих пор, и чему-то, и какие-то выводы сделает из себя. Обязательно. Существует практика заказа у композиторов новых, специально написанных для вас, для вашего оркестра, произведений? К сожалению, эта практика кончилась. Эта практика уже никто не интересуется. То есть мы просто находим композитора непосредственно, обращаемся к нему, просим написать на эту тему или это вывести. И только таким путем личного контакта. К сожалению, вот это ушло. То, что всегда было у нас в советское время, были заказы, были конкурсы, были отборы какие-то. Сейчас это все исчезло. Но это начинает возрождаться. Я знаю, что Министерство культуры инициирует такие вещи. Большой театр это инициирует. Да, Союз композиторов начинает возрождаться. Ну, вот, надеемся, что это действительно возродится. Потому что без современного ощущения музыки тоже нельзя жить. Классика – это прекрасно, но что от наших дней останется? Что потом будут наши потомки, что вакуум был, никто ничего не писал или настолько мало. Поэтому мы всегда так боремся и ищем композитора любого молодого, который может как бы написать какое-то сочинение, которое соответственно и традиционно как бы продолжая. Нельзя рвать эту линию традиций наших великих композиторов, Мусловского, Чайковского. А если мы прервем, мы будем виновны в этом просто. Ну, гамлетовская, да, чтобы связь времен, у него она прервалась. У нас не должно быть этого. Это страшно. Поэтому мы стараемся в своем, так сказать, направлении держать это. И не только русскую музыку, но и других народов. Вот мы недавно играли. Ну, у вас январь, да, у вас январь прошел под знаком славянской музыки. Это Антонин Дворжик, это болгарские композиторы, современные как раз. Солистка Красимера Стоянова. Ой, замечательная сопрано. Красная сопрано. Сейчас она на расхват в мире. Слава Богу, что она согласилась приехать. А я знаю, что вы с ней сотрудничали в Отерохаус в Цюрихе в прошлом году, да? Да, да, мы сделали с ней русалку. Это волшебная русалка была. Это удивительная опера, в которой сплетены очень многие характерные и для того времени, и для прошедшего для Дворжика времени мотивы. Он как будто укрепил фундамент этой оперы. И отголосками Чайковского, и Вагнер там звучит. Он же близок был к Чайковским и был знаком. И главное, идея там действительно современная. Там говорится о вырубке леса, нарушении природы. Всё там тоже написано. Это давно уже, из века в век этот вопрос стоит. Вы сотрудничали с лучшими оперными музыкальными театрами «Ласкала», «Венская государственная опера». Вот из планов будущего есть интересные постановки? Да, вот у меня сейчас постановка будет Малера «Песня о земле», где принимают участие два солиста. Это сочинение очень самое серьёзное, по-моему, у Малера. Вот. И это будет сопряжено с балетом. Интересная постановка на эту музыку. Но это не аккомпанемент балета, а это как бы самостоятельное исполнение сочинения. А балет уже танцует под эту музыку. Это в Цюрихе вот эта практика не первый раз. Я даже играл там пятую Малера, тоже я даже не видел, как балет танцует. Я просто играл Малер, а на эту музыку идёт балетное искусство. Поэтому это очень интересно. Ну, следующий у меня премьера «Князя Игоря» в той же Цюрихской опере. А кто будет ставить, я знаю, что вот «Русалку» ставил режиссёр Матиас Хартман? Я буду ставить с английским режиссёром, довольно известным в мире. Планируется ли повторение концертов с выдающимися оперными певцами, певицами? Вы привозили, по вашему приглашению, приезжала в Москву Мирелла Фрэнни. С Георром, с Георром. Да, 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 это муж её, но сейчас она вдова, он, к сожалению, ушёл из жизни. Она продолжает петь. Но она выдающаяся сопрано. Татьяну поёт. Письмо, Татьяна – это замечательная сцена. Публика была просто подкошена, никто не думал, что итальянка может так проникновенно, так здорово спеть. Так что, конечно, эта идея у нас живёт, и мы всегда приглашаем великих певцов. Сейчас Стояна была следующая, мы хотим пригласить её же с мецисопрано-болгарской Надя Крастова. Вы участвовали в фестивале «Крещенская неделя», который проходит сейчас в Новой опере, и работали там с оркестром для вас неродным. Неродным, да. Вы как приглашённый дирижёр руководили оркестром Новой оперы. Как быстро вы находите общий язык с музыкантами? Есть вещи, которые вы, общаясь с лучшими оркестрами мира, с оркестром Муравинского в 70-х годах вы общались, не приемлитесь сейчас в молодых музыкантах оркестров? Нет, наоборот. Я был очень счастлив в этот период, это заняло всего 4 дня. Я был счастлив от того, что этот оркестр вывел такое желание работать. То есть само желание для дирижёра – это уже 50% успеха. Когда люди хотят что-то получить и собираются аккуратно, и дисциплина, и всё. Конечно, вокруг певцы все были готовы абсолютно от нотки к нотке, всё было исполнено. Это концертное исполнение? Это концертное исполнение, это, так сказать, вне режиссуры, как сказать. Но режиссура – это музыка сама. Так что я получил за эти 4 дня большое удовлетворение. В этом театре, знаете, какая-то особая атмосфера. Прошедший год был перекрёстным годом «Россия-Франция, Франция-Россия». И в ваших программах, программах ваших концертов звучал великий француз Гектор Берлиоз. С редко, к сожалению, у нас исполняемым произведением. Так что спасибо, что вы представили их на суд нашей публике. Нынешний год – это год Испании и Италии. И Швейцарии. И Швейцарии. Вот каким образом это будет отражено в музыке БСО? Ну, мы, значит, в Швейцарии мы просто даём концерт в Женеве. Один из концертов, который мы посвящаем этому году. Ну, в Италии, к сожалению, я только сам дирижирую Ласкало, но без нашего оркестра. Но в Испании пока, так сказать, пока нет. Значит, испанцы как-то, они всегда не торопятся. У них всё, все планы очень поздние, знаете, они так созревают не сразу. Может быть, что-то прибудет. Так что, конечно, мы всегда стараемся как бы отобразить вот эти какие-то события музыкальные и культурные, всегда связать. Потому что мы много играем в испанской музыке, так и наши русские композиторы, такие как Глинк, просто считались испанскими композиторами в народе. Так что это прекрасные страны. Ну, вот, в частности, в Женеве у нас будет концерт в апреле как раз с русской музыкой. Спасибо вам, Владимир Иванович. Спасибо, что в этот непростой для страны день вы пришли к нам на программу и нашли время, чтобы поговорить. Спасибо. Владимир Иванович Федосеев, главный дирижер и художественный руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского, сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok